Спасибо, спасибо, мы уже нашли. Спасибо. Ура! Поздравляем! Поздравляем! Цветы, улыбки, радость в глазах и самые теплые слова вот так любимого тренера по эстетической гимнастике Любовь Пальчикову поздравляют с профессиональным праздником ее воспитанники и их родители. Мы очень ее любим и гордимся, что у нас такой тренер. Дети к ней бегут с огромным удовольствием на занятия, поэтому вопросов о том, что пропустить гимнастику у нас не возникает. Чемпионка мира по эстетической гимнастике, мастер спорта Любовь Пальчикова выступает в составе сборной страны команде «Мадонна». Уже три года она тренирует подрастающее поколение, воспитывая будущих чемпионов. В этом удивительном по своей красоте играться и виде спорта, сочетающем в себе элементы акробатики, художественной гимнастики и хореографии. Занятия проходят в ФОКе на Дальнем Воронке и сегодня в классе Любови занимается более 30 девочек от 4 лет. С такого юного возраста они учатся работать в команде, шаг за шагом стремясь к пьедесталу, равняясь на своего титулованного тренера. Она сильная, хорошая, добрая. Она у нас чемпионка мира. Мы ездили в Ковров, заняли второе место. Это хороший результат для начинающей команды. А маленькие детки, которые 4-6 лет, мы сейчас только собрали эту команду и собираемся поехать в Ярославль на днях. Это у них будет первое соревнование. В каждом выступлении продумываются до мелочей сюжет, движения, элементы. Все гимнастки работают подобно единому механизму. Это командный вид спорта и ты должен сплотить команду в единое целое. В этом трудность, потому что темпераменты, даже разные физические возможности. У нас как оцениваться? Есть артистическая ценность, техническая ценность и исполнение. То есть все должны быть как одна гимнастка. Любовь Пальчикова начала свой путь в Щелковской детско-юношеской спортивной школе. Занималась художественной гимнастикой. Выполнила нормативы мастера спорта. Сегодня тренирует в родном Щелкове, причем на одной площадке с отцом, профессиональным хореографом Владимиром Пальчиковым. Мы друг за дружку. Помогаем друг другу. Владимир Николаевич своя команда в городе Фрязино. Он сам ее тренирует. У меня здесь свое, но он мне помогает. Недавно команда Мадонна возвратилась из Сталина, где проходил третий этап Кубка мира по эстетической гимнастике. За выступлением своего тренера в прямом эфире наблюдали все воспитанники и их родители. Болели и переживали. В результате Мадонна была удостоена высшей оценки жюри. Впереди четвертый, последний этап, который пройдет в ноябре в Будапеште. Анна Бальет, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.